Депутаты Госдумы предложили выделять жителям страны землю для обустройства родовых поместьй. Проект закона уже внесен на рассмотрение. Предполагается, что участки будут выдавать безвозмездно. Разработчики инициативы уверены, что желающих построить собственное поместье будет достаточно. Сегодня во всех регионах уже есть примеры, когда люди объединяются и создают поселения нового типа. В Саратовской области таких несколько. Елена Губенкова побывала в одном из них и выяснила, почему городские жители оставили привычный образ жизни и начали все с нуля. У меня мечта. Я хочу, чтобы эти холмы были зеленые, чтобы тут появились разные растения, чтобы песок затянулся зеленой травой. Сегодня Наталья на полпути к осуществлению мечты. С мужем и ребенком переехали сюда в апреле. До этого жили в Энгельсе, но уже тогда понимали, чего-то не хватает. Свою утопию построили в Лысогорском районе. Сначала в поселение приезжали лишь на лето, потом достроили дом и уже этой зимой останутся здесь. Один из жителей поселения построил им настоящую печь. Муж успел зимой ее опробовать, топил. И печь прекрасно работает, прекрасно держит тепло, дом дышит. В этой печи есть камин, есть топочная часть и отделение для выпечки хлеба, приготовления пищи. Здесь есть все необходимое, говорит Наталья. Сразу пробурили скважину. Вода оказалась чистой и вкусной. Установили и солнечные батареи. Их хватает для всей бытовой техники. Семья Козловых продумала, чем будут зарабатывать на жизнь, когда окончательно разберутся с делами в городе. Планируют развивать здесь экотуризм. От идеи уже перешли к делу. За короткий срок завели лошадей для будущих туристических маршрутов. Конечно, не все поселенцы успели настолько продумать свою жизнь так, как они. Сегодня здесь живет около 10 семей. Вся земля выкуплена в собственность организаторами подобных коммун. Тем, кто хочет поменять город на просторное поместье, дают срок около года. Если человек понимает, что об этом и мечтал, ему отдают участок для строительства собственной усадьбы. Дом мы планируем каркасный построить. Это самое быстровозводимое и дешевое строительство. Хотелось бы в этом году установить основной каркас и крышу. Ирина с семьей живет здесь только летом. Дом еще не построили. В сентябре вернутся в Саратов, дети пойдут в школу. Правда, говорит, от города совсем отвыкли. Был бы дом, остались бы здесь навсегда. Несмотря на то, что у меня дети родились в городе, мы с мужем городские люди, в общем-то нам не нравятся городские развлечения, какие-то рестораны, клубы. Нам это неинтересно. Мы любим отдыхать. Речка, грибы. Поэтому нет, за этим не скучаем. А главное здесь не бояться за детей. Ирина признается, в городе гиперактивных дочерей приходилось постоянно контролировать. Здесь они могут гулять почти без присмотра. Тут много друзей. Можно целыми днями играть, кататься на велосипеде. Много развлечений. В городе там нет такого. Не хочешь в город возвращаться? Только из-за школы, если вернуться. А так нет. Не хочу. В таких поселениях дети учатся дистанционно. Родители говорят, ограничивать чат не хотят. Если решат дальше учиться и жить в городе, удерживать не будут. Но свой путь уже выбрали. Каждому поселенцу предоставляют участок около двух гектаров. Пока здешняя земля неплодородна, но терпеливость и усердие приносят свои плоды. Даже на песке уже растут цветы, а в теплицах овощи. Через пару лет, уверены лысогорские колонисты, их поселение превратится в настоящий райский сад.